всем привет с вами Ольга Чернова сегодня 14 января и как я уже говорила по многочисленным просьбам людей которых интересует именно вот этот подогрев грунта я решила повторить осенние видеоролики потому что многие их не видели и потому по вопросам людей я понимаю что некоторые даже не представляют так как и я раньше не представляла что такое подогрев грунта когда одна зрительница написала подогрев грунта это вы ставите на что-то теплые лотки и в лотках подогреваете вот по этому вопросу я поняла что некоторые вообще не представляют что это такое поэтому я повторяю в предыдущем видеоролике было показано как я выбирала выбрала два два вида обогревающих вот этих ну систем и сейчас о первой которая фабричная вот это очень очень подробный видеоролик который проще немного в укладке смотрите про нагревательную ленту именно про профессиональную для обогрева почвы в теплицах она специальная заводская следующем видеоролике будет про обогрев грунта который можно уложить своими руками если не будет в наличии вот такой вот ленты все смотрите всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 2 октября вчера я начала вам снимать серию видеороликов о том как я в этом году впервые в жизни делаю хочу сделать подогрев грунта в теплице потому что для получения раннего урожая вот в наших холодных регионах я живу в сибирском регионе необходимо дополнительный обогрев теплицы конечно в солнечные дни воздух теплицы прогревается естественным путем и такой обогрев совершенно бесплатен но солнце ведь светит не постоянно даже в солнечные дни когда в теплице поднимается высокая температура то почва на глубине 20 сантиметров у нас остается очень холодной иногда даже промерзшая весной поэтому когда у меня спрашивают нафиг как вчера сказали нафига попу гармонь зачем это делаете только для того что у нас почва у нас больше 40 градусов зимой у нас сильно промерзает почва и во всей теплице когда тепло почва холодная конечно можно воспользоваться биологическим способом который тоже не требует больших материальных затрат ведь устанавливая нагревательные ленты вот эти все боятся материальных затрат вот есть биологический способ многие устраивают в теплицах теплые грядки с помощью навоза растительных остатков стружек соломы все 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 мусора который отдают потом тепло при разложении но этот метод требует затрат труда и времени а я хотела найти вот такой вариант но именно чтобы подошел и включил без всякого вот естественный солнечный и биологический обогрев теплицы люди применяли всегда вот самых самых древних времен как только пошли теплицы ведь раньше ну почему все применяли потому что раньше других способов просто и не было но в последние годы у нас же мы цивилизованный мир наука не стоит на месте и все чаще занятые огородники стали применять технический обогрев теплицы технически именно вот применяя различные инфракрасные обогреватели тепловые пушки газовые горелки все 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 но самым последним достижением научного прогресса конечно является теплый пол в теплице и достоинство этого метода обогрева состоит в том что вот такая система не только поднимает температуру в теплице но и прогревает грунт что очень рано ой что очень важно вот такой ранний весенний период вот о чем я и говорила у нас иногда в теплице жарко выше 30 а палец в землю воткнешь а там еще внизу лед и каждый опытный огородник знает что высаженные в холодную землю вот эти растения даже если рассада здоровая крепкая прекрасная она растение надолго замирает в развитии адаптируется очень сложно после высадки поэтому я решила теплый пол установить я вчера вот сказала что у меня будет два варианта и выбирая систему теплый пол для подогрева грунта в своей теплице если вы решите например вы поймете как очень сложно выбрать что вариантов очень много от готовых заводских комплектов вот как вот этот с которым сейчас буду ознакомить предназначенных специально для теплиц до греющих кабелей использующихся вот при установке теплых полов в жилых помещениях выбирая вот технический способ обогрева вы должны внимательно ознакомиться с характеристиками каждого метода потому что все они разные какой-то требует больше трудозатрат какой-то меньше и подумать сможете ли вы соорудить греющие маты самостоятельно или вам лучше купить готовое изделие я вот ссылку дам на вчерашнее видео где в теплице вам показывала я для своей теплицы выбрала два вида обогрева вот правую сторону будет обогревать двужильный греющий кабель купленный в магазине метрами вот он прям там в рулонах который необходимо укладывать самостоятельно и это более сложный вариант не для всех он подойдет вот например если одинокая женщина садовод огородник она скорее всего не возьмется наверное за этот метод а левая грядка у меня будет подогреваться готовым комплектом греющей ленты заводским специальным для теплиц это вот самый легкий вариант который из всех я выбрала об этой греющей ленте я и хочу рассказать вам подробнее я хочу именно они рассказать подробнее сама вижу это изделие впервые если бы меня не поднадоумили я бы изна и не знала что такая есть я еще не знаю как она себя покажет при эксплуатации на месте именно за но ведь не завтра весной но пока я для себя уже заранее определила несколько преимуществ такого обогрева вот когда выбирала я сейчас расскажу почему один из вариантов вот выбрала я именно этот не знала не видела я ее посоветовали я начала изучать информацию мне понравилось во первых что это заводское изделие созданная специально для теплицы ответь обогрев теплицы что бывает очень редко и это вызывает больше больше доверия чем от греющий мат сделанный которыми на правой грядке сделали самостоятельно мы ведь не специалисты в этой области и вот соорудив систему обогрева изогреющего кабеля не предназначенного для теплиц я до сих пор сомневаюсь правильно ли мы ее сделали будет ли она работать там еще терморегулятор надо было подключать а вот к заводскому изделию прикладывается во-первых паспорт с техническими характеристиками так сейчас покажу чтобы посмотрели вот паспорт тут все написано какая температура должна быть все ну короче свидетельство приемки вот такая и это очень вызывает доверие потому что сейчас очень много таких изделий ну состряпанных на коленке неизвестно где и я сразу поняла что мне этот понравится заводской во-вторых это законченное изделие электронагревательная гибкая лента со встроенным терморегулятором ничего не нужно изобретать положил и закопал в-третьих система очень проста в установке это нагревательная лента просто укладывается по всей длине гряды это очень подходит для таких вот возрастных огородников как я не очень разбирающихся в технических мелочах как подсоединить терморегулятор терморегулятор сколько метров кабеля нужно на грядку длиной например 8 метров и так далее нюансов очень много нужно все это высчитывать все это нужно самим изобретать а такой теплый пол я думаю что может установить даже пожилая женщина без посторонней помощи но бывает же нету например никого помощника все вот эти три достоинства гибкой нагревательной ленты определили мой выбор в пользу именно этой системы очень простая она она интересная ни разу таких не видела чтобы вы смогли ознакомиться подробнее я просто сейчас покажу вам всю документацию кому нужно будет прочитать просто видеоролик останавливаете и читаете все потому что рассказывать все я не буду это очень много время займет а я думаю что так вот читая с книжки лучше вам поймется я еще добавлю что выбрала эту систему не случайно узнала от ней о ней от зрительницы от елены машенькиной живущей на севере она посоветовала мне именно такой способ пока обогрева сказала что четыре года у нее работает и прекрасно выписывала я из екатеринбурга получала на почте еще раз повторю перед тем как показать документацию что я не знаю как покажет себя обогрев теплицы вот этот вот для меня это первый опыт и это ну совсем не реклама ничего это вот просто ознакомление но вспомнив вот как долго я выбирала подходящую систему подогрева грунта для себя я сейчас выложу эту подробную всю информацию чтобы помочь выборе другим огородником вот если бы мне елена не подсказала я бы вообще даже может быть кому-то это пригодится вот я до сих пор мысленно благодарю елену машеньки но за то что она открыла для меня вот эту гибкую нагревательную ленту а существование который но и правда даже не подозревала теперь я все изучила и сама стала немного умней и другим сейчас расскажу об этой новинке в огородном деле но ведь у нас огородная азбука мы должны каждый день узнавать что-то новое совершенствоваться сейчас хочу конец отсоединить главное не давать мозгам засохнуть уменьшаться в размере будем изучать вот смотрите видите она какая она прям гибкая она прям мягкая сейчас я покажу вам все инструкции вот эти ну во первых вот написано что именно для обогрева почвы в теплицах парниках зимних садах сделано в россии это тоже немаловажно будем поддерживать отечественного производителя так вот такой у нас тут есть а да кстати я когда заказывала я сначала позвонила по телефону узнала что меня интересует потому что тут был один нюанс сейчас я вам покажу видите как если даже вы остановите выбор на этой ну как вот на этом изделии нужно внимательно смотреть вот здесь видите указано дорогу трехметровая теплица показана но дорога очень большая один метр я не думаю у кого-то есть такие дороги огромные шире чем грядки и здесь остаточные грядочки по метру и по одной ленте а у меня дорожка 50 сантиметров у меня получается полтора метровые грядки и поэтому я посмотрела что одной ленты мало на такую широкую дорожку это если у вас три например ну короче сам для себя высчитывает я на метр двадцать ширину грядку купила две таких ленты одна лента стоит 3300 от 6600 это примерно по стоимости столько же сколько вот на другой грядки у меня будет кабель так начинаем смотреть документацию так ну тут техническое описание это вот наверно дальше вот из чего состоит я прочитала там плетеная из но не буду вам читать сами прочитаете ой жилы из них рома какие-то тут указаны напряжение чистота размеры сечения активной части короче если кто-то из мужчин понимает то данные здесь есть все потом как монтаж проводится ничего сложного принцип укладки такой же как у всех единственное что здесь в чем преимущество что мы кабель вот так вот должны зигзагом укладывать укладывать долго а это просто положил и закопал вот схема укладки вот по слоям все тут короче вы видите что инструкция приложена очень очень подробная и даже тот кто вообще не знаком не совсем ни с чем этим он может без труда все это смонтировать в конце этого видео я по просьбе зрителей которые вчера видели что я показывала я дам ссылку вот ту с чего я начала ссылку вот этого уральская усадьба она называется уральская усадьба по моему куда я звонила куда я писала дам ссылку и дам телефон все если кому-то придет так же как и мне в голову мысль сделать подогрев грунтов своей теплицы и кто не хочет сильно как сказать заморачиваться вот с изготовлением собственноручно вот этих греющих матов пожалуйста есть нагревательные ленты готовые заводские именно для теплиц все до свидания с вами была Ольга Чернова надеюсь кому-то помогла если не помню могла хотя бы просто для кругозора для расширения мы теперь знаем что есть вот такая гибкая накрывательная лента совсем не похожая на кабель наш традиционный который мы привыкли видеть все